Мы планируем выходить в качестве отдельного канала в кабельных сетях. Это понятно, во всех кабельных сетях Республики Токарстан. Мы планируем вещание в интернете, в том числе вещание через мобильные платформы. У нас будет договор с университетом по подготовке мобильной части платформы вещания канала «Шаян». Также Леонид Григорьевич Толщинский сказал, что они готовы иметь у себя часть, что касается электронных игр, с участием вот этих героев, которые мы сегодня вам презентовали. Какие-то простейшие игры, возможно, появятся уже к концу года, хотя этот вопрос, опять же, является вопросом финансирования. Они свою смету тоже нам предоставят. Мы планируем вещание на всех возможных спутниках, естественно. Некоторые спутниковые системы, в частности телекарты, говорили нам, сказали, что это возможно включение канала без большой платы. Что касается Триколора, Триколор, самый популярный из каналов спутникового вещания, к сожалению, сегодня просит огромные деньги. Это почти 3,5 миллиона в месяц. То есть это достаточно серьезную сумму для того, чтобы запустить канал «Шаян» на этой платформе. Так или иначе, есть еще, конечно, кабельные сети в регионах, которые сегодня транслируют каналы «Татарстан» и «Татарстан» и «Татарстан» по договорам. У нас всего транслируют сегодня 300 кабельных операторов по России, по разным регионам. С ними тоже переговоры были вести для того, чтобы в сетке канала появился этот канал. Что касается республики, у нас мы как бы в голове этот план держали. Поэтому у нас сегодня транслируется в республике и канал «Татарстан» и канал «Татарстан» и канал «Татарстан» в кабельных сетях. Как только телеканал «Татарстан» будет готов к запуску в полноценном круглосуточном режиме, мы планируем заместить в республике канал «Татарстан» и канал «Татарстан» на канал «Шаян-ТВ». Такой примерно план есть, так сказать, место в кабельных сетях есть. Хотя это тоже вопрос переговоров с кабельными сетями, потому что, к сожалению, на данном этапе это вопрос не бесплатный. То есть за вхождение в сеть теперь тоже многие кабельные сети просят какие-то деньги. Но это вопрос переговоров, это вопрос, который нам сегодня предстоит решать в ближайшем будущем.